Михаил Александрович, брат дорогой, ну соверши молитву. Ты знаешь, есть тут более именитые братья. Подскажи, я же гость. Ну, гость тебя, брат. Владыка Божий, Отец Наш Небесный, во имя Сына, Своего нашего Спасителя и Спас Христа, в этот час, на этом месте мы, проклонився к предвлечиям Своим, благодарим Тебя, что Ты Бог Единый, благодарим Тебя за Сына Своего и Спасителя, за смесь, за воскресенье, за вознесенье, и то, что Ты Духом Святым пребываешь с нами и в нас в сердце. Господи, Твои милости вне, брат, и благослови нас здесь, благослови Тимофея Борисовича, благослови Слово Твое, Господь, чтобы оно обильно селялось в наших сердцах. Аминь. Аминь. Дорогие мои, я должен у вас попрощить прощение за несколько вещей. Ну, первое, за то, что я говорю быстро, просто материал я у вас присылал в три раза, и хочется и то, и то, и другое сказать, да. Второе, за что я хочу попросить прощение, иногда я говорю с юмором где-то, чтобы люди улыбнулись. Почему я так говорю? Я знаю, что многие уставшие, и, ну, чисто психологически, да, когда человек улыбнулся, это две-три секунды он отдохнул, ему гораздо легче воспринимать. Поэтому вот я за это прошу прощения. И третье, за что прошу прощения, что иногда задаю вопросы. Это тоже связано с тем, у нас в церкви всегда вообще диалог идет в церкви, да. Ведь 1 Коринфянам 14 глава написано, один говорит, а остальные пусть рассуждают. То есть было рассуждение, да. И когда я задаю вопрос, я уже узнаю, человек слышит меня вообще или нет. Может, он уже спит дома. Человек это заставляет немножко напрягаться, да. И это тоже расслабляет, людям легче запоминать. Поэтому вместите меня в такого, как есть. И еще, где-то за какие-то отдельные слова, фразы, но не цепляйтесь, поймите сам смысл, да. Потому что мы вчера говорили, брат подсказал, что евреи такие грязные были, ну, в духовном смысле, да. Я чуть ярче не сказал, да. Ну, трудно подобрать. Золотого тельца сделали, да. Я говорю, это Бог твой, который вывел тебя из Израиля, да. Ну, как вот скажешь. Вот такое. Теперь мы должны очень коротко повторить, очень коротко, но повторить то, что мы говорили, чтобы мы так вот потихонечку вошли дальше. Потому что сегодня будет самая важная тема. Мы будем говорить о Новом Завете. И если мы будем внимательны, в конце мы скажем самые важные четыре вещи практически для нашей жизни, да. Вот мы их должны будем понять. Но чтобы их понять, мы должны вот таблицу умножения выучить. Вот тогда будет все это понятно. Итак, о чем мы с вами говорили? Первое. В Библии есть только одно обетование для всего человечества. Оно начинается в книге Бытие, но исполняется, но Иисусом Христом, тогда, когда Он заключил Завет. Вот заключение Завета, это и есть исполнение Божьего обещания. Мы будем читать это слово, когда Христос сказал, совершилось. Совершилось исполнение Божьего обещания. Оно имеет несколько значений. То есть, то, что Бог пообещал, Он вот это исполнил. Это самое главное, что есть в Библии. А все остальное, это детали, как оно исполнялось. Вот это первое, что мы должны понимать. Теперь, касаясь Ветхого Завета и Закона, то, о чем мы вчера говорили, мы должны понимать, что Он появился на земле спустя почти три тысячи лет до Моисея. Прошло почти три тысячи лет. От Авраама четыреста тридцать лет. Есть один вопрос, такой спорный, для адвентистов седьмого дня, но я не буду отвечать, много времени займет. Бог седьмой день отдыхал. И они говорят, вроде заповедь была уже, четвертая заповедь, вроде тогда была. Но нет, там немножко другой смысл, интереснейший. Если останется время, напомните, я попробую на него ответить. Итак, закон появился почти через три тысячи лет, и все эти годы люди получали оправдание, спасались исключительно благодаря вере. И у Бога не появилось нового метода для спасения. Вот Галатам 3.17 мы и читали, что закон, который появился спустя четыреста тридцать лет, он не отменяет обетование, как будто оно потеряло силу. Потому что на переправе коней не меняет, а в вопросе спасения, тем более, если спасались тогда только через веру, того, кто умрет, а мы теперь спасаемся верой в того, кто уже умер. Нам гораздо с вами легче. И касаясь закона, мы с вами говорили о семи вещах, остальные мы не стали говорить. Но самое главное, я напомню, что закон, он был временный. Он был временный. Я хочу это подтвердить, друзья. Потому что, я опять говорю, адвентисты седьмого дня, которых я уважаю, люблю, ценю, это друзья мои, братья, сестры, но они не могут понять, что он дан был на время. А вот Моисей, когда был, он это понимал. И мы с вами вчера вспоминали 2 Коринфянам 3 главу, что дважды в 7 и в 11 стихах говорится, что закон был приходящий, то есть временный по-русски, приходящий, исчезающий. Тогда, когда Моисей разговаривал с Богом, его лицо сияло, потому что это закон Божий, он свят. Но, когда он уходил, лицо его начинало тускнеть, слава уходила, и вот уходящая слава говорила, что это временное. Вот такое в послании Коринфянам написано 2 раза, что этот закон был временным. Так вот, Моисей, зная, что закон временный, он подготавливал Израиль к Новому Завету, зная, что этот скоро закончится, который отменит Ветхий Завет. И мы вчера с вами читали, что написано, Христос упразднил, и отменил, и уничтожил. Вот это слово трудно вспоминается, уничтожил, да? Но я приводил пример, если лекарства не помогают, что с ними нужно делать? Срок годности истек, они только на время действуют. Это уничтожать, иначе они отравят. А теперь другой вопрос, что получается. Христос говорил, помните, есть старые вехи, есть новое вино. Вот если возьмешь новое вино и старые мехи, испортится и то, и другое. То есть, конец закона Христоса, он сделал свое дело, он святой, он хороший, он убедил людей, что они грешны, он убедил людей, что Бог свят, он убедил в том, что нужна жертва Иисуса Христа, он исполнил свое предназначение. Где-то водитель ко Христу. И как только мы увидели Христа, мы сказали, да, закон нам теперь не нужен, потому что спасение исключение во Христе Иисусе. Но уничтожены не книги Ветхого Завета, а уничтожен закон, как способ приближения к Богу. Повторю, вот это важно понимать. Не книги Ветхого Завета уничтожены, а уничтожен закон, как способ приближения к Богу. Мы приближаемся к Богу на основании жертвы Иисуса Христа, а не потому, что мы такие хорошие. Почему я об этом говорю? Я встречаю людей, наших верующих баптистов, которые говорят, ну, наверное, Бог мою молитву услышит. Почему? А вот на этой неделе я ни с кем не ругалась. А на прошлой неделе на прошлой ругалась. Бог не услышит молитвы. То есть люди пытаются приблизиться к Богу на основании дел. И нужно честно сказать, что это в нас живет, друзья. Почему? Потому что мы люди, мы судим по себе о Боге. А Бог нет. Бог принимает исключительно через жертву Иисуса Христа. Вот мытарь, помните, бьет себя в грудь и говорит, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. На каком основании Бог его принял? Его в покаянии. Будь милостив ко мне, грешнику. И там написано, что он пошел, в нашем синодальном переводе написано, более оправданным. Но если сказать правду, он пошел оправданным, а фарисей не пошел оправданным. Потому что на греческом там нет слова более оправданным. И практически все богословы говорят, что оправдание бывает или полностью, оно не бывает частичным. То есть меня судят на законе, или я оправдан на свободе, или я сижу. Такого нет, что я одной ногой сижу, а другой я оправдан. Поэтому фарисей, который пытался приблизиться к Богу на основании своих добрых дел, он не приблизился к Богу. Он не пошел оправданным. А мытарь, который на основании своего покаяния, ну, тогда не было глубокой веры во Христа, Христос не умер, приближался, он пошел оправданным. Так вот эта мысль, она очень хорошо записана, вчера я о ней упомянул, Евреям 9.8, где говорится, что доколе стоит прежняя скинье, да, то приблизиться к Богу невозможно. До тех пор, пока мы будем приближаться, пытаться приближаться к Богу на основании наших заслуг, мы никогда не приблизимся к Богу. Невозможно приблиться к Богу. Так вот мы возвращаемся, что Моисей, зная, что Ветхий Завет будет временем, подготавливал Израиль к Новому Завету. И в Таразаконе, 18 глава, он говорит, «Пророка из среды тебя, из израильского народа, из братьев твоих, как меня, он проводит сравнение, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И в чем параллель проходит? Ну, не только потому, что Христос был из израильского народа, хотя он был вне национальности, да, значит, вопрос в том, что Бог через Моисей заключил один завет, а через Христа Он заключит другой завет. И сам Моисей говорит, «Теперь его слушайте». И поскольку евреи были невнимательны, примерно как мы, да, то в 18 стихе, второй раз Моисей говорит, «Я воздвигну им пророка из среды братьев, такого, как ты, который заключит завет, и вложу слова мои, слова Божьи, в уста его, не закон Моисея, он будет говорить им все, что я повелю ему». То есть, Христос выше, чем Моисей, и все послание к евреям, не все послание к евреям, а точнее, третья глава и вторая главы, они доказывают, что, особенно третья, что Моисей гораздо ниже Иисуса Христа. А теперь у меня к вам вопрос. Скажите, а когда исполнилось вот это пророческое слово Моисея? Его слушайте. На горе преображения, да. И Христос взял с собой троих любимых учеников, и когда там явились Моисей и Илья, Моисей увидел того пророка, кого теперь должны были слушать. И вы помните, о чем они там беседовали? Об исходе, о смерти Христа. Потому что в смерти Христа должно было исполниться обещание, которое Бог дал. Поражу дьявола в голову, будет решена проблема грехов, я по-другому скажу. В смерти Христа решена проблема грехов. Еще раз скажу. В смерти Христа решена полностью проблема грехов. Дьявол поражен в голову. И вот когда там были Моисей, значит, Илья и этих три ученика, то Петр, значит, ну они заснули, да, а потом Петр проснулся и написано, он не знал, что говорил, да, глазки протерел, протер, да, услышал, о чем он разговаривает, понял, что это Моисей, Илья, да, и он говорит такую интересную фразу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем трекущи, сделаем трекущи, тебе одну, Илья и одну, и одну, Моисею. Другими словами, Петр, не зная, что говорит, ставит, ставит на один уровень Моисея, Илью и Иисуса Христа. И в этот момент, когда он сказал, в этот момент, когда он сказал, да, даже написано в пятом стихе, когда он еще говорил, то облако, да, светло-сенило их, эти исчезли, Моисей и Илья, и сегла с облако, то есть сам Бог сказал, сей, не сии, а сей, есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение, слово благоволение, сложное, благая воля, в котором исполняется благая воля Бога, я скажу так вот, исполняется обещание, которое Бог дал обетование, чтобы было понятно, да, в котором мое благоволение, и Бог говорит, его слушайте, Не Моисея, не Илию, а его слушайте. Напомню, Моисей и Илия исчезли, Христос остался один. Другими словами, слушайте одного Христа. И позже, почему я еще раз скажу, по два раза я стараюсь подтвердить, позже, когда Петр проповедовал, он-то был на горе Преображения, то проповедуя евреям, Деяние 3.22, он напоминает это место и говорит, Моисей сказал отцам, в Таразаконе 18 глава, что мы читали, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. Эра Моисея и закона закончились. И когда Христос посылал людей, учеников, простите меня, на проповедь Иоанна, он сказал, что они должны проповедовать Евангелие, не Моисея и не закон. А они должны проповедовать только то, что Христос им говорил, чему я вас научил. Ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн нигде не говорят, что ученики должны были что-то говорить из закона Моисеева и пророков. Конец пришел закону Моисея. Вот то, чему я вас научил, вот это будьте любезны, проповедуйте. И даже когда Христос был на земле, Иоанна 8 глава, написано, что люди уверовали евреев в него, да, и он сказал к уверовавшим в него иудеям, «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики». Не в слове Моисея, не в законе Моисея. «Если пребудете в слове моем, в слове Христа, вы мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Познание истины – это определенный процесс. Мы не можем в одно мгновение познать всю истину. И мы говорили с вами, что Ветхий Завет – это была только часть истины, да, а Христос – уже полнота истины. И вот вы, значит, когда будете слушать мои слова, Христос говорит, пребывать в моих словах, вы будете познавать истину. Итак, мы делаем заключение. Апостолы не отвергали закон, но указывали на его цель и его место в Божьем замысле. И самым ярким местом, вот Римлянам 3 глава мы сейчас будем читать, которое подтверждает эту мысль, я ее еще раз повторю, апостолы не отвергали закон, закон свят, но указывали на его цель и место. Привожу пример с лекарством. Лекарство хорошо, но на определенное время и для определенной болезни. Если истек срок годности, уничтожайте, иначе от него будет беда. Вот то же самое с законом. И вот Римлянам 3 глава, 21-23 стихи, апостол Павел говорит, но ныне, независимо от закона, вот закон не имел никакого отношения к спасению, друзья, к оправданию. Никакого отношения он не имел. И Павел говорит, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия. Правда Божия в нашем переводе. Имеется в виду праведность Божия. О которой свидетельствуют закон и пророки. Вот обратите внимание, что цель закона и пророков, вот, вот цель закона и пророков, вот внизу я написал, цель закона и пророков, как раз было открыть доктрину оправдания по вере. Они свидетельствовали о праведности Божией. Как это выглядело? Бог дал закон, который евреи не могли исполнить. И закон и пророки, они говорили, поскольку вы не можете исполнить закон, вы находитесь в проклятии. И вам нужен тот, кто за вас умрет. И вам нужен спаситель. Закон где-то водитель ко Христу. И он говорит, вот закон пророки свидетельствует, значит, о праведности Божией, которая через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, потому что нет различия, все согрешили и лишены славы Божией. Какая разница между евреем на тот момент и язычником была? Этот имел закон и грешил, а тот не имел закона и тоже грешил. А может быть, иногда и меньше грешил. Вот в чем разница сейчас между верующими и неверующими, между язычниками, да? Если мы, имея Божье Слово, живем по-халдейски, то пользы-то какой-то особой нет, да? Вот в этом была разница между иудеями и язычниками. Одни имели слово и грешили, другие не имели слова и грешили. Итак, то, что мы даже запомним, друзья, цель закона и пророков – открыть доктрину оправдания по вере. Теперь мы с вами сократим, сократим, побольше сократим и перейдем к Новому Завету. Перейдем мы к Новому Завету. Новый Завет, он является исполнением главного обетования Бога, который Бог дал в присутствии Адама с Евой, что семя жены, а позже Бог сказал семя Авраама, да? «Поразить дьявола в голову». Некоторые верующие говорят, что Христос пришел для того, чтобы показать нам пример, как нужно жить. У таких людей я обычно спрашиваю, а почему вы не живете, как Христос живет? Он же жил, он же вам пример показал, а мы так не можем. Я говорю, так, значит, Христос не для этого пришел. Главная цель, не в этом, он, конечно, показывал пример. Главная цель, Христос пришел для того, чтобы исполнить обещание, которое дал Бог Отец, заключить завет. И как только он заключил завет, вот мы сейчас об этом будем говорить, да? Он сразу после этого воскрес из мертвых, он был принят во славе на небесах, его труд был принят Богом, было излияние Духа Святого, как подтверждение принятия этого завета, и началась эра церкви, которой не было раньше. Так вот, главная цель пророков и законов, еще раньше мы скажем, была в том, чтобы подготовить народ к этому событию. И даже когда Христос воскрес из мертвых, Луки 24 глава, помните, написано, что Он открыл ученикам ум к пониманию Писания, да? к разумению Писания. То есть, они читали Писание, но не видели там Христа, и не видели там оправдания по вере. Они пытались через закон получить спасение. И пользы от такого понимания никакой не было. А когда Христос им открыл Писание, Он говорит, разве вы не читали, что все Писание? Он перечисляет закон, пророки, псалмы, они все говорят обо мне. Вот цель всего Писания, не только закон пророки, но и псалмы, да, это открыть людям доктрину оправдания по вере, я так выражаюсь, или открыть спасение Иисуса Христа. Теперь, прежде чем о Новом Завете сказать, что Он из себя представляет, мы должны понимать, что Он был односторонний, Завет. И здесь есть небольшое непонимание у нас верующих, что это значит. Приведу пример. Когда Бог заключал Завет с Ноем, что требовалось со стороны Ноя, чтобы больше не было потопа? Нет, Завет был заключен уже после потопа. Он был односторонним, ничего не было. Он был односторонним, то есть Бог взял, заключил Завет и сказал, потопа больше не будет. С кем Бог заключил этот Завет? Там написано, со всяким скотом, со всеми зверями, и со всеми, я сказал, со всяким скотом, и на себя показал, случайно, и со всеми людьми. И теперь, независимо от того, будут люди грешить или не будут люди грешить, всемирного потопа не будет. Радуга – это знамение Завета. Вот озеро огнено будет, но всемирного потопа не будет. И там не нужно было никаких условий. Вот это односторонний Завет. Но это не совсем понятно, друзья. Второй пример приведу. Когда Бог заключал Завет с Авраамом, то там животные были разделены на две части, и написано, что во тьме Бог прошел между животными, а в это время Авраам спал. Бог заключил с Авраамом Завет односторонний. И этот Завет заключался в том, что у тебя будет сын, семя жены, семя Авраама, через которого придет Христос. Это был тоже односторонний Завет. Но лучшее понимание одностороннего Завета, оно становится понятным тогда, когда мы с вами его рассматриваем на греческом. Вот слово «диотеке» «Новый Завет» это договор, ответственность, в котором берет на себя только одна сторона. И чтобы было понятно, вы его можете заменить словом «завещание». Вот «завещание», если по-русски говорить, это и есть односторонний Завет. И вы помните, что в Библии дважды или трижды говорится не Завет, а завещание. Это синонимы. И вот эти все слова, Матфея 26-28, когда Христос сказал, взяв кровь, говорит, «Сия чаша» есть новый Завет на греческом, новое завещание. Марка, он говорит о вечере Господне, говорит, «Сия чаша» «завещание». Луки, «Сия чаша» «завещание». 1 Коринфянам 1-25, мы когда читаем «На вечере Господне», мы читаем Новый Завет, слово «завещание». То же самое в остальных местах везде говорится слово «завещание». То есть односторонний Завет это просто то, что Бог или то, что Христос пообещал, дал завещание. И вы помните, есть такое место в Библии, где написано, что завещание никто не может отменить. И для того, чтобы оно действовало, завещатель должен умереть. Так вот, Христос, смотрите, как интересно получается, я прессую, прессую. Вот он взял чашу, да, и говорит ученикам своим, «Я даю вам завещание, что ваши грехов я больше никогда не вспомню». В оставлении ваших грехов. То есть проблема греха будет решена. «Это мое завещание». И он умирает. Если бы он не умер, завещание бы не действовало. А он умер, и его завещание действует. Потому что он умер как раз для того, чтобы решить проблемы грехов. Но теперь, друзья, мы переходим к самому и важному с одной стороны, и к самому сложному. Вот пять секунд отдохните. И к самому важному, и к самому сложному. Ответьте на вопрос, когда начал просчитать силу против ферма Нового Завета, при рождении Иисуса или при смерти? При смерти? А тогда опять же спросите вопрос, служение Иисуса Иисуса для обрезанных радиобитований можно это? Мы уйдем сейчас в сторону. Именно вся жизнь Иисуса еще является ветхим Заветом. Это было переходный период от ветхого к Новому Завету. Но Завет при смерти, да, при смерти. Я прошу прощения, чтобы мы не ушли в сторону. Потому что то, что мы сейчас будем говорить, самое важное, что в заместительной жертве Иисус Христос отождествился с нашим грехом. И вот это сложно, это легко понять, но сложно принять. Легко понять, повторяю, но сложно принять. Можно приведу пример. Как можно легко понять, но сложно принять. Умирает у нас близкий человек, верующий в Господа. Мы же понимаем, что у Бога нет мертвых, у Него все живы. Он ушел к Господу. Легко понять это? А принять? А принять вот сложновато, да? Так вот, что-то подобное, это не совсем удачный пример, да? Нам легко это понять, что в заместительной жертве Христос отождествился с грехом мира, но сложно понять. И вот нам сейчас нужно будет проживать. Смотрите, Иоанн Креститель назван самым большим пророком. Почему? Потому что цель пророков была рассказать о Христе. А Иоанн Креститель, он не рассказывал о Христе, а он увидел Христа. И поэтому самый большой пророк. Если Исаия говорил очень ярко, очень ярко, но не видел Христа, да? А Иоанн Креститель говорит, «Си агнец Божий, который берет на себя грех мира». А у меня теперь к вам вопрос, брат. Если этот агнец Божий берет на себя грех мира, грех стоит в единственном числе, имеется в виду грех всего мира, здесь богословы не спорят, то Христос, взяв на себя грех всего мира, он остался святым или стал грешником? Стал грешником. Стал грешником. Михаил Александрович, вот это я хочу вам прочитать. Стал грешником. Вот это легко будет понять, но принять это нам сложно, ввиду того, что это не совсем нравится нашему мышлению. А любовь Бога, жертва, она за пределами нашего понимания. Вот в 2 Коринфянам 5,21 место написано, «Ибо не знавшего греха», то есть Христа, Он, то есть Бог, сделал для нас, в скобках написано, написано «жертвою за» или «курсивом». О чем говорят эти слова, в скобках написано «курсивом»? Что их там нет, на греческом, да, то есть, когда наши братья, православный, сенот, переводили, они переводили, и получалось у них следующее, «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас грехом». И они говорили, «Стоп, как это грехом?» И они в скобках писали, «жертвою за грех», но при этом, они были очень богобоязнены, они давали знать всем последующим, кто будет читать, что этих слов нет. Если читать точный перевод, вот внизу я написал, проверьте, сейчас все программы есть, спросите любого человека, который знает греческий, да, то этот текст звучит следующим образом, Михаил Александрович, вот нам сложно это и понять, и принять. Того, кто не знал греха, Христос не знал греха, да и аминь. Он родился в подобии плоти греховной. Он не согрешил, кто из вас обречит меня во греха, но когда он был в Гефсиманском саду и стал на себя брать грех, он стал в этот момент, мы будем говорить, грешником, да, того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал его грехом, то есть, Христос отождествился грехом. Чтобы сделать нас в единении с Христом божественной праведности. То есть, мы соединились с Христом в одно целое. Мы, по-моему, вчера говорили, соединяющаяся с Господом есть один дус Господом. Я не помню, у вас или где-то я приводил пример, если взять кусок грязи и кусок золота соединить и в огонь бросить, да, то грязь, она вся сожжется, останется одно золото. Так вот, Христос, как золото чистое, взял грязь, вся огнец Божий, который берет на себя грех мира, отождествился с этим грехом и с этим грехом вошел в суд Божий и понес наказание за каждый отдельный грех каждого конкретного человека за всю историю человечества. И остался после суда чистое золото осталось. Проблема греха решена, потому что она выжжена, она наказана. Вот эту вещь мы должны понимать. Иначе мы обесценим жертву Иисуса Христа. Почему? Некоторые люди думают, что страдания Христа были только в том, что он был распят. Я помню, как одному из служителей я говорил, послушай, а ведь рабов тоже распинали. А он говорит, ну ты знаешь, рабы-то виновны были, они убежали от хозяев. А Христос был невиновен. Я говорю, окей, давай сейчас и меня и тебя распнем. Один из нас будет виновный, а другой невиновный. У нас боль разная будет от распятия. Он говорит, одинаковая. Говорю, глубже смотри, глубина страданий Христа была не в том, что он был распят. Это на своем месте? Безусловно. Но он сказал, на сей час я пришел. И когда он был в Герсельманском саду, он не испугался смерти на кресте распятия. Он для этого пришел. Но его страшило и пот выступал, как капли крови, от отождествления греха с человечеством. Вот почему он молился. Если возможно, другой метод найти. Вот с этой мерзостью, грязью не отождествиться. Вот в чем были переживания. Вот почему отец оставил сына, потому что святой отец не мог смотреть на грешного сына. Он отвернулся. Отчимой, для чего ты оставил меня? Бог отвернулся, потому что, ну, представьте, он же взял на себя грех всего мира. Так написано. Как минимум три-четыре раза в Библии. Представьте все грехи, которые люди делали за всю историю человечества. И они возложены на Иисуса Христа. Вот, 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 сколько там было грязи, мерзости, нечистоты и все, все проще, да? И Бог отец не мог смотреть. И Бог отец, он должен был чашу гнева справедливого излить на своего сына. Так написано, что Бог его осудил, да? Вот в этом как раз глубина, показана и глубина нашей грехов и глубина любви Христа. Вот, 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 соединились вместе. И по этой причине, по этой причине, значит, что Христос отождествился с нами и вынес наказание за наши грехи, мы стали праведными благодаря Иисусу Христу. Мы остались в нас соединенными со Христом, осталась только праведность. Проблема греха решена. Дорогие, вот это верующим трудно принять. Кусок грязи и золота можно понять, но принять, что мы один Дух с Господом и что мы теперь праведны в Иисусе Христе, вот это принять трудно. Но если мы примем это, тогда мы поймем смысл, смысл нового, нового завета. И, как, как? Истинно делает свободными. Да, истинно делает свободными. Я попробую сейчас показать на примере, друзья, и на картинках. Смотрите, как это было в Ветхом Завете. Была скиния, был двор скинии, святилища и святой святых. И во святое святых жил Бог, находился Бог, так написано, да? Она была отделена завесой от святилища. В святилище были священники, но один раз в год первосвященник, одевая специальную одежду, принося жертву за себя, потом за народ, потом там вот козел отпущения был упомянут, да, на него возлагались грехи, он заходил за завесу, да? Вот скажите, в чем была цель завесы? Аминь. 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 То есть, цель завесы не допустить грешного человека к святому Богу, потому что он умрет. И если бы первосвященник с грехом, без крови, он же должен был с кровью, так открывал занавес, и кровь, я так представляю, вначале показывал, да, он бы сразу был уничтожен. То есть, святой Бог не может иметь общение с грешным человечеством. Их разделяло завеса. А теперь смотрите, что произошло в момент смерти Иисуса Христа. Марка, 15 глава, читаем. Иисус же, когда висел уже распятым на кресте, написано, возгласив громко, чтобы громко возгласить, крикнуть, да, нужно было распятому на крестах подняться, простите меня, потяжку сделать, чтобы набрать воздуху легкие и громко крикнуть. Скажите, если было это что-то маловажное, нужно было бы Христу вот такую боль еще испытывать? Да, конечно же, нет. Но Христос, вот набрав воздух, подтянувшись, громко крикнул и спустил дух. И в этот момент написано, завеса в храме разодралась, надо сверху донежу. А у меня к вам вопрос, что Христос громко крикнул? Та вы Библию читали. Совершилось. Или по-гречески телестай, телестай, чуть-чуть спорят, как правильно пишется, да? Совершилось. Совершилось слово, оно имеет несколько значений. Применимо к тому, что мы говорим, да? Христос, когда вот совершил искупление, да? Он сказал, совершилось то, что Бог обещал исполнить. решилась проблема греха. Или стала решаться проблема греха, здесь уже может быть игра слов. А теперь вот еще чуть глубже, чтобы было понятно, что означало это слово телестай, то смотрите, как раньше было. Люди писали на папирусных расписках об уплате долгов и налогов, которые у них находились. К примеру, деньги особо не ходили в обиходе, я у брата занял там рыбу, фрукты, что я у вас еще взял. Но что я у вас взял, я написал. И если я вам не отдал, я написал до следующего года, да? Вы меня привлечете к уголовной ответственности. Ну, правильно, я же вам не отдал. Хорошо, а теперь, если я отдал, что вы должны были сделать? Вы должны были через всю расписку, нет, порвать, нет, криминалисты склеят. Через всю расписку, обычно другим чернилам, да, другого цвета, было написано слово тетелистай. По-русски совершилось, расчет совершился, совершился, или точнее на греческом уплачено полностью. То есть, когда я вам все отдал, вы пишете уплачено полностью, я беру эту расписку, вы идете к судье, меня судья вызывает, я говорю, а вот он собственноручно написал уплачено полностью, и тогда привлекает вас заложенное свидетельство, и судья тоже вас, потому что я с вами рассчитался. То же самое имеется ввиду по отношению грехов. И ведь, когда мы говорим о грехах, друзья, здесь есть два аспекта, вот молитва очень наша, если читать, в одном Евангелии написано прости нам грехи, а в другом долги. Когда мы делаем то, что мы не должны делать, ну допустим воровство, это грех, но когда мы не делаем то, что должны делать, Ефесянам 2.10 написано, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые он предназначен нам исполнять, да, или Якова 4.17, кто разумеет, понимает, может делать добро, или не делать, тому грех. Это тоже грех, то есть грех двоякий, когда мы нарушаем Божий заповедь, и когда мы не делаем то, что нам Бог повелел. так вот у нас у всех собрался огромный список, потому что мы должны делать и отрицательно, и положительно, в смысле, что мы не сделали. И в Библии об этом написано, мы будем читать, когда Христос умер за все эти грехи и решил проблему греха, то Он сказал слово совершилось, эти листва или по другими словами уничтожено, уплачено полностью, уплачено полностью, друзья. И вот это красота, это красота, это наша и надежда, и утешение, и ободрение, и умиление, и восхваление, это все как хотите, да, уплачено полностью. Теперь на стороне Христа есть удостоверение и вот это удостоверение, оно в наших сердцах, печать Духа Святого есть, написано в день искупления и ко дню искупления, и так и так переводится, да, то есть Бог меня простил и в этом его завещание, будьте сейчас внимательны, я буду говорить, ну, просто ярко, чтобы было понятно вам, да, вот Бог меня простил, он оставил завещание, Тимофей, я умираю из-за твоей грехи, если ты примешь мою жертву, я тебя прощаю, я принял жертву и он поставил печать Духа Святого, уплачено полностью, а теперь скажите, если кто-то придет к Богу Отцу и будет что-то говорить против меня, кто будет привлечен к уголовной ответственности? Понимаете картину? я свободен, свободен не потому, что я хороший, свободен потому, что Христос хороший, потому, что Он уплатил полностью, и когда да, я только поверил, я поверил, принял, и когда я понимаю, что Христос сделал, то моя вера основана уже не на страхе перед Богом, а на любви перед Богом, а это уже качество другое в христианской жизни, я люблю Бога моего, я поклоняюсь Богу моему, потому, что Он уплатил полностью, Он рассчитался за все мои грехи, Он сделал то, о чем Бог обещал, а вот теперь подтверждение, да, да, Непонятно сам механизм вот этого вроде бы правильно, но вроде бы и неправильно, почему, потому, что написано Италия говорит Сын дан нам, а мы сейчас говорим, что это Бог наказал его страданиями на Христе и все, когда люди сделали, грех наш сделал с Христом такой. А ты не понимаешь а ему было угодно так? Став, став, давайте сказать слово. У Исаия написано правильно, но мы не понимаем неправильно. Дело в том, что если Бог, зная, что Сын его безгречен, так наказал его, значит, Бог совершил преступление, ведь на Бога нельзя сказать. Значит, любовь Бога превосходит разумение, поэтому я поклоняюсь этому Богу, ниц поклоняюсь, вот он меня так возлюбил, отдал Христа на смерть. Это ничего не дает, ни нам, ни Богу. Это дает благодарное сердце, когда понимаешь. Хорошо, давайте вопросы в конце, брат правильно сказал, Исаия написана, но Господу угодно было поразить его, и римлянам восьмая глава написано, что Бог предал его. Отец вечности. в храме его наполняли храм. Четыре раза используется, что Исаия видел Иегову, четыре буквы, это имя Ягезнь, он видел Иегову сидящего и билосходящего, и слава наполняла храм. Потом Иоанна 12, 43 написано, и его славу Иисуса видел Исаия. Поэтому Иоанн 12, главе 23, как очевидец подтверждает, что тогда Исаия 6, главе сидела в истории Иисус Иегова. сам Бог воплотился в теле. Дальше греха было настолько массивно, что самому Богу пришлось удар подойдите. И так же написано было, что увидят меня пронзенного, как оно написано было, увидят и восплачут. Помните, ссылка идет на меня пронзенного, там используют первые первое имя. От первого имени, да. Так, братья, у меня предложение, давайте мы до конца. Когда надо тему Бога и Господа Иисуса Христа вам сначала и до конца всем разлететь, потому что у вас у самих в голове. У меня есть ответ, брат, вам. Оригин Богослов говорил, помните, я вам говорил, когда мы говорим о Боге, мы всегда говорим правду и ложь, потому что Бог настолько велик, трансцендентен, что мы его глубину, величие, святости, в том числе и любви, и власти, и силы, до конца мы не поймем. Мы говорим о Боге, как те не говорят о людях. Да, мы имеем общее представление, самое важное, но до конца понять тайну Бога воплощения, к примеру, или тайну искупления, тайну отождествления с грехом, мы не в силах, потому что ребенок, он не может понять высшую математику, мы все дети. А зачем тогда ребенок начинает высшую математику? Придет время, он будет читать. Он сам ее не понимает. Нет, мы сейчас не говорим о высшей математике, мы сейчас говорим о простых вещах, но глубоких, но до конца мы их не объясняем, потому что они слишком глубоки. Я предлагаю братьям, давайте мы до конца до... Все, договорились. Смотрите, как написано в Писании. Мы говорили, что рукописание против нас было, да, и Христос сказал уплачено полностью. Вот в Колоссе нам 24, 2.14 написано, что он истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его из среды и пригвоздил его ко Кресту. Вот еще два перевода или один, допустим, перевод, да? Да. Да, я поэтому другой перевод сразу читаю. Значит, смотрите, он перечеркнул список наших долгов и уничтожил этот список. Вот то, что мы говорим. Перечеркнул, уплачено полностью, да, и уничтожил этот список. Не порвал он его, криминалисты могут собрать, а уничтожил. Знаете, если взять, сжечь, то уже криминалисты не разберутся. Еще один перевод говорит, что он уничтожил собственноручно вот требования, которые мы нарушили. Вот это собственноручно, оно, от него слово автограф идет, с латыни, если переводить, с греческого, вернее, да? поэтому, поэтому, Христос на кресте собственноручно решил проблему всех наших долгов. И, евреям 2,14, место из Библии, которое мне очень нравится, друзья, но, которое нам тоже нужно принять, не только понять, а принять, проживать. Евреям 2,14, Павел говорит, а как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Христос, также воспринял плоти и кровь онные, чтобы смертью своею лишить силы имеющего державу смерти. Вот осмыслите, что говорит Павел. Чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти. В другом переводе сказано лишить значит дьявола власти причинять смерть. Он забрал ключи ада и смерти у дьявола в своей смерти. Он лишил дьявола оружия, обезоружил. И вы помните, мы его уже сократили, эти места не читаем, что Христос властно подверг позору бесов и всю его рать. И вот это слово властно подверг позору, как вот оно обычно применялось, когда римляне, к примеру, захватили языческий народ, то полководец шел впереди, а сзади все пленные, значит, ну, конечно, они в доспехах, они были одеты, да, все израненные, побитые, как эти самые, значит, они там цепи привязаны друг к другу, и вот они идут, и весь народ римский смотрел, благодарил, значит, полководца, потому что он властно подверг позору, а эти идут плененные. Так вот, Христос властно подверг позору дьявола и всю его бесовскую рать. И еще место из Библии, которая тоже имеет отношение к этому, Евреям 9, 26, один из любимых моих стихов. О Христе написано, он же однажды в конце веков явился, кто вслух прочитает? Для уничтожения греха, но не грехом. Для уничтожения греха. Иоанн Креститель говорит, он берет на себя грех в единственном числе. Для уничтожения греха речь идет об общем грехе с отделанным людьми. Михаил Александрович, трудно нам понять. Хорошо. Для вас специально Иоанн Богослов написал другое место. Читайте вы его вслух. Михаил Александрович читает вслух. Это все правильно, что внизу написано. У меня вы прочитаете. Это берется верою в жертву Иисуса Христа и тогда только получается то. А разве мы это отрицаем? Мы это не отрицаем. получаем, что он есть уничтожение за грехи нас. Но он пришел однажды для уничтожения греха. Какого? Вот только то, что мы обманули, а то, что мы ругались, нет. Братья, все что-то не путайте. Не надо. Когда грех в единственном числе имеется в виду совокупный грех. И Иоанн Креститель, еще раз напоминаю, агнец Божий, который берет на себя грех. Один грех Михаила Александровича, когда он когда-то в детстве обманул, остальное не взял. Грех мира. Дело в том, что прежде создания мира почему-то был уже уготовлен, уготован админ, как бы закланный за кто? За то, что сотворенный человек в лице Девы и Адама совершили грех и отступление от Бога, и вот за сей грех дьявол держался до последнего, пока Христос не сказал совершил. Хорошо. Тогда мы оставляем эти места из Библии как бы для, как мы их понимаем, пусть нас Господь благословит. Я хотел еще немножко сказать вот о событии, когда Христос был распят на кресте и сказал слово совершилось, да, написано, что в это время завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, но немножко о завесе. Она была, если я не ошибаюсь, 25 метров ширины, 10 метров высоты и примерно 4 пальца толщины. Вот разорвать ее практически было невозможно. Но написано у Марка, что она раздралась. Вот это слово раздралась по гречески скизин означает раздралась так, что невозможно вернуть его в прежнее состояние. Когда я читал в детстве Евангелия, то я думал завеса как разорвалась, как мы тряпки рвем, вот так вот пополам, да, а потом также можно на машинку засточил и шва не видно. Она вот здесь как на рисунке и показана, раздралась так, что невозможно ее сшить обратно. И здесь есть глубокие богословские мысли. Во-первых, она раздралась сверху, это сделал Бог. Во-вторых, она раздралась донизу и есть только один путь к Богу. И она раздралась, простите, донизу, то есть до конца ничего не нужно уже делать, и она на два, есть только один путь к Богу. Другими словами, здесь показано, что Бог покинул храм, и то, и то будет верно. Так, проблема в чем? Писание говорит проклят всяк, висящий на древе. В это время Христос висел на древе, взял проклятие грехи всего мира, каждого конкретного человека за всю историю человечества. Но, Михаил Александрович, кроме тех, за которых вы думаете, вот кроме тех, вот кроме тех, да, и вот он взял вот это проклятие и завеса разодрала. Что интересно, еврейские раввины, они пишут, значит, что, смотрите, Деяние апостолов в 6 главе говорится, что многие священники уверовали, говорят так богословы, что скорее всего они уверовали от того, что они тогда служили, и вот представьте, на их глазах вот завеса, вот которая сзади меня, да, разрывается без всякого этого, да, они в страхе упали, и они уверовали, но травины говорят, что после этого другие священники пришли, поштопали, поштопали, повесили, и стали продолжать служить Богу, Бога там уже нет, и наступил период, и наступил период, помните, мы вчера говорили, Бог послал римского императора Тита, который уничтожил полностью Иерусалим, храм, ковчег, скрижали, уничтожил все, потому что Ветхому Завету вообще наступил конец, и так, вот через свою сметь Христос совершил искупление, и слово искупление, означает, оно имеет много переводов, но одно из них звучит по следующему, что юридическое право владения уничтожено полностью навсегда, это применялось тогда, когда продавали рабов, к примеру, я раб, кто-то пришел, кто из вас богатый меня может купить, я недорого стою, Михаил Александрович меня покупает, за сколько вы покупаете меня, за доллар, так, хорошо, он купил меня за доллар, ну а продавая, покупая меня за доллар, старый хозяин делает мне знак, что право владения уничтожено полностью, навсегда, и меня никто не имеет права теперь выкупить, то есть я остаюсь пожизненно рабом Михаила Александровича, повторный выкуп невозможен, невозможно, да, никому невозможно выкупить, и вы знаете почему, потому что цена, которую за меня уплачено, Михаил Александрович доллар заплатил, а Христос за меня уплатил свою кровь, мы куплены драгоценную кровью Христа, найдите в мире что-нибудь дороже драгоценной крови Христа, жизни самого Бога, а вы знаете, где иллюстрация этого момента описывается законе исход 34-20 и со что вы говорите совершилось, выкуплено, это одна из заповедей, которая как раз и исполнилась на кресте, потому что она гласит, если не дашь выкуп Агнсен за осла, за нечистого животного, сломай ему шею, к сожалению, русском у нас сломай шею нет, а в принципе разве есть, сломай шею и если не дашь выкуп Агнсен нечистое животное ведь мы нечистые если не дашь то сломай ему шею, ибо его жизнь ничего не значит и вторая и не являйся мое присутствие с пустыми руками Иисус как раз совершил эти две вещи ибо он родился как Агнс он и с руками с пустыми не вошел в который святый Аминь Аминь да и послание к евреям об этом очень много сказано и теперь друзья мы немного должны сказать о самом новом завете друзья я выборочно буду читать потому что если мы все будем читать время займет много сложновато будет евреям 10 глава но не только в 10 главе об этом написано об этом еще и Еремия в 31 главе пишет что ветхий завет подходит к своей непригодности его нарушили я заключу новый завет посланник евреям в 8 главе по моему напишет то же самое суть завета вот завет бог говорит там стоит слово завещание вот Христос прощаясь с учениками взяв чашу говорит вот завещание восстановление грехов ваших односторонний завет и то и то правильно но нам понятнее слово завещание вот завещание которое и там же стоит слово завещаю им после тех дней говорит господь вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их и глубина завета 17 стих и грехов их и беззаконии их не вспомню более а где прощение и грехов там не нужно приношение за них потому что приношение христос уже пришел то что вот сейчас как раз брат брат говорил он пришел не с пустыми руками и так братья имея дерзновение входить во святилище посредством крови иисуса христа путем новым и живым вот здесь идет хороший намек на то что значит ну во первых мы с дерзновением имеется ввиду с уверенностью не с дерзностью да с уверенностью приходим во святилище имеется ввиду во святых туда куда входил первосвященник посредством не крови животных он входил с кровью животных посредством крови иисуса христа путем новым это новый путь первосвященник никогда не заходил с кровью христа и живым потому что тот первосвященник мог умереть если где-то грех а христос не мог умереть он и есть сама жизнь он со своей кровью вошел в присутствие иисуса христа где-то девятнадцатый стих 20 стих, который путь он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, здесь очень хорошо символически видно, он вновь открыл нам, потому что завеса-то закрыта, но в момент смерти, плоть Христа это была завета, в момент его смерти завеса была разорвана и написано через завесу, то есть плоть свою, вот открылся доступ к Богу нам, да, вот смысл нового завета, мы входим с дерзновением, со смелостью, с уверенностью, не на основании заслуг, а на основании крови Иисуса Христа, в присутствии самого Бога, во святое святых, и дальше 23 стихе, Памел говорит, будем держаться исповедания вот этого, исповедания уповедания, неуклонно, ибо верен обещавший, обещавший, верен чему обещавший, тому, что не вспомнить наши грехи, он пообещал, и потому он может нас принять, потому что если нет выкупа, то нечистое животное нужно уничтожено, то, что мы слышали, да, и мы должны держаться этого исповедания неуклонно, друзья, потому что если мы пытаемся войти в Божье присутствие, значит, ну, на основании каких-то заслуг, на основании добрых дел своих, всего-то, да, мы уклоняемся от того, что Бог нам с вами открыл, и если, так я скажу, мы не приступаем к Богу вот с таким чувством, с чувством смелости, дерзновения, уверенности, не с чувством дерзости только, похожие слова, друзья, потому что иногда с Богом вот такое, по небратству встречали такое, да, с чувством, естественно, благоговедный страх, но это уверенность, смелость, что Бог тебя примет, если мы не приступаем к Богу с таким чувством, а ищем в себе постоянно заслуги, чтобы Бог нас принял, мы не понимаем глубину завета, и в этом случае мы будем жить, как дети Моисея, пытаясь угодить Богу через исполнение закона, а мы все его нарушили, и в этом случае мы не можем назвать себя детьми Авраама, потому что верующие судь дети Авраама, и самое сложное, и страшное, духовный рост будет невозможен в этом случае, потому что Бог всегда будет на расстоянии, я хочу это пояснить, если мы не входим в Божье присутствие смело, с уверенностью, да, Бог будет на расстоянии, мы не можем освящаться, ну, пример, Моисей, когда приближался к Богу, его лицо начинало сиять, а те, которые не приближались к Богу, у них лица не сияли, отчего наши лица мало сияют? От того, что мы на расстоянии держимся от Бога, а когда мы со смелостью, с уверенностью приходим в Божье присутствие, простите меня, мы будем подобны Богу, потому что увидим Его, как Он есть, написано 1 Иоанна 3 глава, да, вот когда мы сейчас познаем Бога, приближаемся к Нему, то мы становимся похожими на Бога, и если вот этого у нас нет, мы будем выглядеть, знаете, как, ну, представьте себе семью, которую усыновили ребенка, а он не верит, что его усыновили до конца, что его любят, как родных детей, и он всегда старается вот что-то хорошее сделать, а не получилось сделать, у него комплекс, а я не пойду к папе, а я и маму мамой не назову, у него будут проблемы, проблемы не в родителях, проблемы в ребенке, который не принял, не понял глубину завета, так вот, глубину завета, так вот, духовный рост отношений с Богом невозможны без понимания завета, который Господь Бог нам сделал. Обычно такие люди очень строгие, обычно такие люди без радости, без улыбки, и обычно они строгие до злобы, вы встречали, люди строгие до злобы, до злости, да? Обычно они всех других осуждают, они обычно в постоянной напряженности живут, почему? Потому что они понимают, что они Богу угодить не могут, да мы никто не угодим Богу, но они не понимают ценность крови Иисуса Христа, его жертвы, да? И не понимая вот глубину завета, он всегда находится в напряжении, всех осуждает, строгий, всех бичует и так далее, и так далее, и так далее. И теперь три важные вещи я хочу сказать, это последнее, что я буду говорить, друзья. Первое. Глубокое понимание завета – основа приятия друг друга. Основание. Ефесянам 4.32 Павел говорит, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А если мы не приняли Божье прощение, как Бог нас простил, мы никогда не сможем простить свою жену и мужа тоже. Мы не сможем, в принципе, прощать, друзья. Смотрите, какая глубокая любовь у Бога. Блудный сын, помните? Притчу. У нас названо «О блудном сыне», на самом деле «О старшем сыне», если смотреть. Потому что Христос почему эту притчу привел? Потому что его осуждали за то, что он принимает грешников, если пить, спьет с ними, да? И он привел им притчу за старшего сына, больше его обвинил. Ну, суть не в этом. Вот этот младший пошел, с блудницами там расточил, пропил, промотал и все прочее. А там рожки не даются, свиньями питаются и возвращаются к отцу. У меня к вам вопрос. Только честно отвечайте. Кто к кому бежал? Отец к сыну или сын к отцу? Отец к сыну бежал. Кто кого обнимал? Кто кого целовал? Кто песни надевал? Кто делал праздник, новую одежду в том числе? Отец сделал все это. А у меня теперь вопрос на знание Библии. А в чем он обвинил младшего сына? Отец в чем обвинил младшего сына? Дану. Да. И ни в чем не обвинил? То есть, Михаил Александрович, вы хотите сказать, что он простил ему все грехи? Да. Но если бы не простил, не дал бы фех. И не внял бы. Все, все. Не, мне интересно, чтобы это Михаил Александрович сказал. То есть, все грехи он простил ему. Но мне кажется, Михаил Александрович, он ему сказал, просто об этом не написано в Библии. Ну, я-то тебя прощаю, но теперь как раб на галерах будешь работать. Нет. Нет? Нет. И такого не сказал. Вот такой наш Бог. И смотрите, когда мы смотрим на то, как он поступал с Петром. Ведь Петра отрекся. С клятвою. Мама, я клянусь, как у нас на Кавказе говорят. И гнилой арбуз подсовывается. Как говорят, вчера сдачи сорвал. Клялся, что не знает всего человека. И Бог в своем совете в Троице, простите, я так пофантазирую, решает. А кто будет проповедовать? Самый ответственный день, день Пятидесятницы, день излияния Духа Святого. Петр. И Христос говорит, Петр. И Дух Святой говорит, и я исполню его Духом Святым. И Петр проповедует день Пятидесятницы. И Дух Святой его исполняет, и тысячи людей каятся. Вот такой наш Бог. То есть, что я хочу сказать. Когда мы глубоко понимаем завет, глубину завета, мы тогда сможем принимать друг друга. Если Бог простил меня, грязного, гадкого, негодного, я один доллар стою. Вы любой можете меня купить. И Бог меня простил. То как я могу не простить? Или помните, пыть еще в десяти тысяч талантов, да? Бог простил десять тысяч талантов. Ну, я сразу объясняю пыть. А тот за сто динарии, за горло встал души, да? То есть, вот первое, что я хочу понимать, что я хочу сказать. Глубокое понимание завета, основа приятия друг друга. И это в семейной жизни. Вы знаете, проблема в чем? Чем больше книг о семейной жизни пишется, тем больше разводов. Вы замечали? Я вам скажу почему. Потому что я перечитал больше ста книг о семейной жизни. И там везде, не везде, но почти везде пишут следующее. Для того, чтобы семья была крепкая, я буду молодым говорить, Валера с Леной, вы молодые. Нужно, чтобы муж был романтичным. И на каждый день рождения он делал что-то необыкновенное. Другими словами я скажу, чтобы он о Боге не думал, а думал, где какие цветы купить. Я не против романтики, но это вишенка на тортике. Она не даст силы для того, чтобы жить свято. Повторю. Романтика, это вишенка. Я не против романтики. Это вишенка на тортике. Она не даст силы жить. Возьмите старшее поколение. Не до романтики было. Было бы что покушать. Я за всю свою жизнь не помню, чтобы папа с мамой хоть раз поругались. И я не помню, чтобы он хоть раз принес цветы. Денег не было. 11 детей нужно было кормить. Но я хочу жить так, как они жили. Потому что они знали Бога и знали, как Бог их принял. Так вот, когда мы знаем, как Бог нас принял, вот тогда мы можем принимать друг друга. Если даже, Лена, он не совсем романтичный. Или даже если она не так вкусно приготовила. Основа принятия, простите, я с юмором, глубокое понимание завета. Второе. Глубокое понимание завета решает вопрос нашей значимости. Я хочу пояснить, друзья, что у нас, у людей, есть две жизненные потребности, которые вложены Богом. Быть принятым, безусловно, и быть значимым. Быть принятым, безусловно, и быть значимым. Если нас, родители, принимают только тогда, когда мы получаем пятерки, знайте, мы потеряем своего ребенка. Я могу рассказать страшную историю. Сказать? Да. Мальчишка заканчивает гимназию и на экзамены совершает суицид. Потому что папа с мамой его принимали только тогда, когда он одни пятерки приносил. А он понял, что там чуть-чуть он плохо сделал. Нет безусловного приятия. А вот когда есть глубокое понимание завета, что Христос нас принял таких вот грязных, как гробы окрашенные, да, как мытари, как назвать, как самарянка, так как хотите называйте, да. Мы все из одного теса, из одной глиды. Все до одного. Нет праведного ни одного. И вся праведность наша вместе. Какая? Как запачкана одежда, да. Вот когда мы понимаем, что Бог нас принял, то мы можем тогда безусловно принимать другого. И в нас есть еще потребность, которая живет, быть значимым. Вот посмотрите тоску, в которой люди живут. Это и в детях есть, да. Быть значимым. Чтобы его похвалили, это нормально, да. Но когда эта значимость не восполнена Богом, человек будет несчастен. По-моему, Августин говорил, что сердце человеческое по форме иметь пустоту, равную Богу, и заполнить эту пустоту может только Бог. Вот что делают теперь звезды этого мира? Я называю звезды в кавычках, да. Для того, чтобы быть известной, значимой, чтобы о тебе знали, что нужно делать. Вначале красиво петь. Хорошо, поаплодировали. Потом красиво танцевать. Поаплодировали. Но когда вышло со сцены, да, на душе кошки скребут. Что нужно теперь делать, чтобы быть значимым? Полураздетой выйти. Тогда все заговорят. И что забудут? Подскажите, тогда не мучайте. Все упали и достигли славы. Все хотят славы. А он, сын, вводит славу свою, восстанавливая ту славу, которую Адам с Евой потеряли. Потому что все мы хотим славы. Мальчик хочет быть пенетистом, плотцом, и теперь он все ищет прославиться. И поэтому в поиске славы Иисус восстанавливает в нас свою славу, дает славу Сына. И когда оно написано, ибо упование наше, Христос в нас. Аминь. Аминь. Аминь, согласен. И к чему я это говорю, друзья? У нас всех есть дети, а у кого-то даже есть внуки. И мы их ругаем за наколки. Ругаете, нет? Если кто-то с наколкой. Но надо посмотреть на... Как Кузьма Прутков говорил, Кузьма Прутков, да? Корень гляди, да? Посмотреть, в чем проблема. Он ищет значимости, он ищет приятие. И поскольку в мире это принимается, и он будет значимым, вот это он делает. И она другое делает. И мы, как мудрые родители, должны, во-первых, сами понять глубину завета, и детей наших ввести вот в этот завет, чтобы они поняли, что они приняты Богом, что они значимы для Бога. Вот когда наши дети поймут, друзья, вы знаете, мне большой разницы нет, если меня кто-то оскорбит. Меня самое главное Бог принял. А если Бог меня принял, если Бог за нас, то кто против нас? Да плюйте, ну и плюйте. Бог меня принял, вы понимаете? Бог за меня. Бог за меня. И, кстати, за меня не один доллар он дал, а кровью своей искупил. Вот чего нам не хватает. Понимание глубины завета. И когда, если мы это понимаем, и передаем нашим детям, друзья, мы их ставим на правильный фундамент отношения с Богом. И они тогда будут понимать, что они весьма значимы для Бога. И что смысл, что там у кого-то папа крутой? Да мой папа, он еще круче. Есть же разные басинки, да? Они из жизни взяты. Это то, что нужно. И третье, последнее, что я хочу сказать. Глубокое понимание завета – это основа духовной жизни. Мы немножко об этом говорили. В чем, как происходит процесс освящения? Есть ложные пути освящения, да? Их очень много, да? И психология – ложный путь освящения, и законничество, и знание Библии даже ложное. Библию мы должны знать, да? Но может быть и ложным путем освящения. Местицизм-то, еще их много-много. Но вот апостол Павел 2 Коринфянам 3, 18, в контексте закона Моисеева, который не мог освятить евреев, он говорит, мы же все открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. А в каком зеркале вы видите славу? Когда вы в зеркало построите, зеркало вам что отдает? То, что в вас есть, вы смотрите на славу ему в вас. То есть, когда вы смотрите в зеркало благодати, вы видите в отражение славу, которого в вас, исток в вас. Братья, я вас еще раз приглашу, потому что только это хотел сказать. Спасибо. Потому что, когда мы познаем Христа, что он сделал, это зеркало, это зеркало, и мы преображаемся вот в то, что мы познаем, в Христа, живущего в нас. И это основа духовной жизни, основа духовного роста. Никогда не нужно бороться с грехом. Чем больше будем бороться с грехом, тем больше будем согрешать. А вот когда мы будем Христом наслаждаться, на Христа смотреть, вот чего нам не хватает. А дьявол нас обманывает. Ведь посмотрите, пока нет служителей, у меня только просьба, не рассказывайте им. во многих церквах служители что делают? Все время говорят, чего нельзя делать. Знаете, это надоело уже детям. Им в садике говорили, чего нельзя делать. Подросткам надоело, в школе говорили, что нельзя делать. В институте. А папа с вами так уши прожужжали, чего нельзя делать. Они не знают, что делать надо. А нужно Христа показать. И когда мы Христа покажем, и человек встречается со Христом, полюбит Христа, вот он будет приближаться в образ Иисуса Христа. Аминь. Мы вложились вовремя, дорогие. Большое спасибо вам за ваше терпение, за долгое терпение. Если я где-то что-то не сказал, Михаил Александрович, птусь оно останется там. Благослови нас Господь. Да, да. Благослови нас Господь. Да, хорошо. Спасибо, братья. Что я не так сказал, простите. Даже Павел сказал, мы отчасти знаем. А нам так тем более. Благослови нас Господь. Я думаю, кто помолится, вот кто помолится. Брат, вы вот с бородой самый такой вот, как Аарон. Помолитесь Господа, поблагодарите. Боже, мы Тебя славим, величаем, представляем, поклоняемся Твоему Святому имени, Господь, что водите Твои, что Тебе любовь вечную, возлюбим нас. Благодарность Тебе, слава Тебе, Господь. И вот за эти, Господи, чего бы за это прожить. Благодарность Тебе, Большое, Господь, это нам через Тимофея Борисовича, Господь, Ты учил нас, Господь, благодарность Тебе, и Ты ему прав, знания, Господь, и способности к этому, благодарность Тебе, мой дорогой, Господь. Помоги нам, Господи, все это усвоить в нашем разуме, Господь, и другим, чтобы мы могли ему возвещать Твое Святое имя, и за всем мы Тебе будем славить, величать, дорогой Господь, и за это учение, благодарность Тебе. Благослови, и, мы тебе, Болисовича, благослови, Господь, и вот приездку домой, благослови, Твои, и сам Твои руки, и все не не крыл, Твои, и Господь, и наш Господь, благослови, и сам Господь, и за все будь пославлен, и возвеличен, Аминь. А я вам открою секрет, почему Игорь Павлович сбежал. Мы вчера договорились с ним, завет заключил.